Вот я вам сейчас рассказываю про факт-карты, да, но если просто сейчас посмотреть, я все время говорю, смотрите, что происходит в бизнесе, усматривайте там тенденции и поймите, что будет происходить в жизни, да, значит, если вы сейчас поговорите с генеральными директорами компании, они вам скажут, что нужен какой им сотрудник, им нужен сотрудник, который умеет бороться со стрессом, да, то есть, который способен себя взять в руки и пойти и совершать подвиг. У которого есть тайм-менеджмент, который может управлять собой и независимо от социальных сетей и так далее. И умеет, способен к командной работе. Это то, что он вам заполнит, как бы сказать, как ключевые. Я вам привожу данные международного исследования генеральных директоров, это я не из головы взял. Вот, но если вы подойдете просто к конкретному человеку и скажете ему, вот я твой HR, вот я тебе найду сотрудника. Какого сотрудника тебе нужно? И он вам скажет, мне вообще барабану какой, главное, чтобы умел соображать. И это не шутка, потому что сейчас на любом производстве, на любом, ну, если мы не берем там, условно говоря, медицину, инженерию, где требуется большой набор специальных знаний, да, там даже программирование там и так далее, вот, где нужна, так сказать, в любом случае база, да. Вот, это набор навыков, которые нужно реализовывать в рамках вот этого рабочего места, да. Вот, и обучить этим навыкам не стоит ни малейшего труда, понимаете, для этого академии их не кончали и кончать не нужно эти академии. Вот, ну, нужно соображать, потому что можно научить, заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет, да, то есть, условно говоря, я могу научить его молиться, да, вот, но если он мне начнет портить в моем предприятии, понимаете, полы, вот это катастрофа, вот. И мышление – это как раз то, что позволяет вам быть вот тем человеком, да, который сейчас востребован везде, да, который может быть и не имеет каких-то конкретных навыков, но он способен увидеть ситуацию в объеме, он способен увидеть взаимосвязь элементов системы, он способен увидеть последствия собственных действий, да. Значит, вообще, если мы сейчас вот так, как бы сказать, возвращаемся к актуальному моменту, к этому драматическому 2020 и наступившему 2021 году, то главное, что мы должны сейчас осознать для себя, да, что если мы не можем строить свою биографию из будущего, вообще нормально строить свою биографию из будущего, да, я в детстве строил свою биографию из будущего. Я пойду, обучусь во врача, стану, значит, психиатром, поеду на флот послужу, вернусь в юнктуру, напишу диссертацию, значит, буду научным сотрудником, потом младшим, средним, вот, потом стану профессором, буду кафедрой руководить, да. У меня было предполагаемое будущее, из которого я организовал свое настоящее. Я не хотел учиться, ну, то есть, кто хочет вот сидеть там, учить какую-то анатомию, например, или фармакологию, там, или еще что-то, да, вообще, вот, есть интересная дисциплина, да, ну, тебе нравится, а так-то и учить весь объем вот этого всего, это смерти подобное, это неинтересно абсолютно. Но когда ты из будущего себя строишь, вот, то ты, в общем, вполне можешь себя сорганизовать, вот, сейчас мы не можем строить себя из будущего, потому что будущее все больше и больше не определено. Вот уже я вам говорил про эти международные консенсусные прогноз, да, что все поменяется, и после эпидемии мир будет другой. Вот, я, как я вам говорил, уже, как бы, у меня есть ряд всяких разных поправок к этому, но, действительно, мы должны готовиться к миру, который непонятен. Ну, вот, условно говоря, мне 46 лет, да, у меня когда пенсия наступит, в чем эта пенсия будет заключаться, да, что я могу не работать, например, на пенсии, или что, или как это будет, а что вообще, кто мне платить будет эту пенсию, это мне интересно. Вот, из чего это куда будет складываться, ну, то есть, ну, вообще не представить, вот, что, или какая-то должность я займу, вот, через начальник кафедры, понимаете, раз эту кафедру, и привет, и не будет этой кафедры, вот, вообще, черт, может, знания не будут нужны, понимаете, вот, невозможно к этому миру подготовиться. То есть, мы исходим из конструкции, что нам приходится опираться, строить свою карьеру, свою жизнь, свои отношения, не из будущего, потому что мы не знаем, каким оно будет, да, вот, а как из прошлого, из накопленного опыта. И это вообще новая реальность. Мы никогда не жили из того, чтобы конструктивно, то есть, деструктивно мы жили, строя из прошлого, да, мы говорим, вот это вот, туда все ходили, туда не ходите, и все. И вот из прошлого мы строили деструктивно. Мы не умеем строить свою жизнь из прошлого конструктивно. Значит, но все, что мы имеем, это на самом деле наше прошлое, да, то есть, вот, это накопленные нами знания, представления, навыки, там, и так далее. Ну, вот, значит, это то, что является нашей, по сути дела, ресурсной базой, да, вот. Проблема состоит в том, что, вот, есть следующий шаг, который нужно предпринять, а вот, но вы не знаете, куда это вообще все должно приехать, да, у вас как-то есть плюс-минус, что вас устроит, а что вас не устроит, вот. Но каким должен быть следующий шаг, не вполне очевидно. И здесь задача состоит в том, чтобы мы начали так реконструировать то, что у нас есть, то, что мы имеем, весь свой, как бы, вот этот багаж для того, чтобы определять следующий шаг из новой комбинации существующих у нас знаний, да. Не из гипотетических планов, да, что там коммунизм построят, там, 2020, кстати, его как раз в 2020 году должны были построить, если я ничего не путаю. Вот, значит, коммунизм построят, там, я не знаю, еще что-то случится, там, мы больше не можем из будущего, из этих фантазий строить, да, у нас есть набор, вот, положений вещей, да, потому что мы сами есть определенные положения вещей, и нам нужна такая их рекомбинация, которая позволит нам сказать, а вот этот шаг, очевидно, будет, как бы сказать, ну, непроигрышным или выигрышным на этом этапе, на этом этапе. Вот, поэтому и идея, собственно говоря, факт карт состоит в том, что вы можете одновременно, да, при решении задачи увидеть столько разных стримов, вот, которые позволят вам обнаружить такую, там, общность, которая позволит вам, что называется, действительно не проиграть в этих обстоятельствах грядущих, вот. Как я уже сказал, просто темп того, как цивилизация начинает экспоненциально расти вверх, оно всех завораживает, но отдельно взятая жизнь сейчас становится все менее и менее ценной, да, потому что, ну, так, по большому счету, каждый из нас не особенно вообще кому-то нужен, вот. Вот, все мы заменяемы, да, вот, мы потенциально заменяемы машинами, да, вот, причем даже лучше машины будут работать, чем мы с вами, меньше будут ошибок допускать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, и мы все меньше и меньше, как таковые представляем из себя ценности, и вроде бы все идет наверх, а каждая отдельная жизнь, ощущения смысла нет, ощущения поддержки нет, ощущения собственной ценности, важности нет, и так далее, и так далее, и так далее. И мы все такие, как будто бы девальвация, понимаете, на ровном месте каждая отдельная жизнь представляет иметь какую-то ценность. И вот осознавая это в этом грядущем вообще десятилетии, я бы даже сказал, потому что у нас сейчас с вами роковое десятилетие начинается, потому что с 2030 года мы реально технологически окажемся абсолютно в новой среде. Ну, то есть она будет абсолютно новая, вот, она будет абсолютно новая, ну, как бы сейчас уже все, Тесла проехала, понимаете, от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса демонстративно на своем автопилоте, существующая Тесла, не какая-то экспериментальная, а вот существующая Тесла с ее собственным, вот, этим вот, она взяла и проехала. Вот, знаете, это что значит, что через пять лет это любая машина сможет так ездить, понимаете, значит, соответственно, таксистов нету, доставки нету, вот этого всего нету, этого всего нету, понимаете, онлайн-связь, сейчас будем так общаться с вами, что у вас будет, вам будет не отличить, что я у вас сижу на диване, у вас там есть где-то посадят с вами диван, вот, я, вы будете там, даже не очки, понимаете, там, можно чип строить в зрительную корову, можно будет линзу, надеть на глаз, понимаете, и у вас будет ощущение, что я с вами сижу разговариваю, причем это вот еще вы мне будете разговаривать, ну, к 30-му году вряд ли, но вот к 35-му уже есть все шансы, понимаете, и это абсолютно новая реальность, и там вообще все будет по-другому функционально, и мы не можем к этому подготовиться, и единственное, что мы можем сделать, это научиться думать объемно, и если красная таблетка позволила вам просто увидеть ваши автоматизмы, позволила вам увидеть, как информация уничтожает все ценное и лучшее, что есть у вас, вот, не информация как таковая, а вот информационный шум, в котором мы находимся, то факт карты – это навык сборки сложных интеллектуальных объектов, вот, системного мышления, креативного мышления и аналитического мышления, потому что аналитика как раз предполагает возможность учета влияния факторов, которые вполне, которые не очевидно друг на друга влияют, вот, поэтому, если меня спрашивать, собственно говоря, это я отвечал на вопрос, что делать просто после красной таблетки, вот после красной таблетки надо обучаться мышлению, именно для этого мы сделали курс факт карты. Продолжение следует...